Всем привет! Меня зовут Павел Сафрошкин. Я очень рад приветствовать вас на канале Мой Чай. И сегодня у нас очень особенная гостья. Певица, композитор, совершенно удивительная женщина, инициатор практик. Пожалуйста, встречайте. Перу Куа. Спасибо тебе за то, что ты так добр ко мне, за возможность находиться рядом с тобой с тех пор, как мы с тобой пили чай, прошло немало времени. Я хочу отметить, что у вас, как правило, женская аудитория, а у нас в основном мужская. И сегодня мы попытаемся как-то смешать эти два типа энергии. И я бы попытался посмотреть на то, что ты делаешь с мужской точки зрения. Я надеюсь, это будет очень интересно всем. О, да. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, я как открытая книга. Поделишься со мной матча? Да, конечно. Столько, достаточно? Да. Хорошо. У тебя очень большая аудитория среди русских женщин. И в то же время ты австралийская певица. Объясни, как такое возможно? Я все еще спрашиваю вселенную, как так получилось. Я обращалась с такой просьбой, но не понимаю, как это произошло. Однажды я была в Индии. В моем окружении тогда было много необыкновенных русских женщин, которые занимались духовными практиками и созданием музыки для женщин. Эти женщины, они знали мою музыку и уже использовали ее в своих практиках. Поэтому, когда они случайно встретили меня, они сказали, пожалуйста, приходите и поделитесь с нами своими практиками. И именно здесь я встретила человека, который стал моим мужем, русского мужчину в Индии. Вау! Когда это произошло? Мы познакомились в 2010 году. И в 2011 году, всего лишь через месяц после нашей встречи, мне пришлось вернуться к себе в Австралию, чтобы отвезти в школу свою дочь. И этот человек сказал мне, что он в Индии. Он позвонил мне и сказал, знаешь, я чувствую, что мне нужно встретиться с тобой снова. Можешь ли ты приехать на Бали и встретиться со мной? Это был день Святого Валентина. И он сказал, я куплю тебе билет, ты приедешь на Бали, и мы встретимся там. Потому что я же из Австралии. Мы встретились на Бали, и через неделю он попросил меня стать его женой. Сколько времени ему понадобилось, чтобы сделать тебе предложение? Совсем немного. Немного? Немного. Знаешь, это была судьба. Когда мы встретились в Индии, мы сразу же начали видеть друг друга во сне. И это было так, как будто судьба все определила заранее. И так после первого ужина с этим мужчиной мне приснилось, будто он лежит рядом со мной в моей постели как бы физически. Но этого не было в реальности. Было только его тело во сне. И в параллельных мирах я приехала в Россию, я познакомилась с его родителями, поехала в Москву. Так оно и было. Хотя во сне я видела будущее с этим мужчиной. И в этом времени, и в том другом измерении, где время сжимается. Как во сне, где времени не существует. Мы занимались любовью, все происходило в это время. Но когда я проснулась утром, это было похоже на шок. Я почувствовала, что по уши влюблена в этого мужчину. И когда я ложилась спать, ночью перед этим все было не так. Но когда я проснулась, я поняла, что случилось нечто чрезвычайно волшебное. И моя дочь, которая спала рядом со мной в постели, сказала, о, да ладно тебе, мам. Невозможно влюбиться в мужчину из-за того, что он тебе приснился. Но именно это и произошло. Душа проникла в другое пространство и время и открыла все. А потом, когда я встретила его следующей ночью, снова случайно, он сказал, ты мне снилась. Он сказал, что я ему снилась. Ну и я сказала, о, мне тоже снился сон о тебе. Он спросил, что тебе снилось? Но я же женщина, я не собиралась рассказывать ему все. Я сказала, что мне снился сон, в котором я познакомилась с его родителями и приехала в Москву. И он сказал мне, наклонившись очень близко, да, да. И он сказал мне, надеюсь, я представил тебя своим родителям как свою невесту. При этом мы даже не целовались. Чтобы ты понимал, к этому времени мы еще даже не целовались. Мы провели еще недостаточно времени вместе. Это было как будто наши души соединились, потому что на том этапе своей жизни он не собирался жениться. Так что на самом деле наши души начали общаться друг с другом. Но на следующий вечер мне пришлось покинуть Индию. Нужно было вернуться в Австралию, определить свою дочь в школу. Итак, эта встреча состоялась, любовь завладела нами обоими, но нам пришлось расстаться. Это была просто судьба. И вот так мы снова собрались вместе на Бали, когда он сказал, пожалуйста, приезжай, давай встретимся на Бали, в самом романтичном месте. Да. И это было так, как будто бы мы следовали за нитями судьбы. Это было что-то настолько обыденное, понимаешь? Будешь ли ты моей? Конечно, буду. Просто это было почти так, как если бы наша человечность объединилась в наших душах. Послушай, для многих твоя жизнь очень похожа на сказку. О да, но ты должен понять, что мне не все так просто досталось. Знаешь, я три года искала свою любовь с вопросом, где моя любовь? Я путешествовала по всей планете. Я встречала много мужчин, потому что бывала на фестивалях, концертах и семинарах. Я общалась со многими интересными людьми, но ни один из этих мужчин не зацепил меня так сильно, понимаешь? И я задавала вопрос, где моя любовь? Где ты? И я пела для него, я выполняю практики, зову его к себе, и вот уже три года жду, когда он придет. И большим сюрпризом было то, что он был русский, потому что я даже никогда не была в России. Пожалуйста, угощайся. Японский мачо. Я пью его каждое утро. Прекрасно. На здоровье. Очень сбалансированный. Чудесно. В то время он был певцом. В Индии. Ты занимаешься духовными практиками. Как все произошло? С чего все началось? Изначально по образованию я джазовая певица, училась в консерватории. А затем пережила серьезный кризис веры. Испытала пробуждение и поняла, что если я не пою для исцеления, то, по сути, растрачиваю свой дар впустую. Но как петь для исцеления? И в тот период моей жизни я пыталась воззвать к Матери-Земле, Духу Жизни, научить меня, как это делается. И в ответ на этот призыв она послала мне индейского знахаря, шамана. И он приехал на мою родину, в Австралию, где я тогда находилась. В Сиднее, в Австралии, когда мы встретились, он сказал, я ждал тебя. Великая мать сказала, что пришлет мне поющую женщину. И это было похоже на взрыв такой же силы, какой я испытала со своим русским мужем. То же самое я ощутила и с этим человеком. Но тут было другое. Мне тогда было 23 года, а когда я познакомилась со своим русским мужем, мне был 41 год. Он тоже не был австралийцем. Он был коренным американцем. Это индеец, коренной житель Америки. Ага. Но в Австралии. Он приехал туда на гастроли. Так что он просто приглашал людей на церемонии, путешествуя по стране. Понятно. Вот так мы и познакомились. Ясно. И вот, в конце концов, я стала его студенткой, его женой, переехала в Нью-Мексико и оставила свою джазовую карьеру. Что ж, это было путешествие длиной в 11 лет, переросшее в целую историю. Тут сокрыто много уровней, потому что я действительно полностью погрузилась в другой мир. Он был экзорцистом, а я была невероятно сильной певицей. Он мог очень легко менять реальность, изменять состояние людей. Он был очень опытным шаманом. Ему было 52 года, мне 23. Вернее, ему было 50 лет. Итак, это было грандиозное путешествие, и мне пришлось по-настоящему раскрыть голос для исцеления в церемониальном пении. И на самом деле, это стало основой для создания совершенно нового тела и нового подхода к своей музыке. Так что джаз просто полностью отпал. И тогда я создала эту новую форму музыки. Но прошло 11 лет, и я родила ему ребенка, но все это было слишком трудно, потому что мы жили на разных континентах и встречались только во время гастролей. Илья приезжала с ним в Америку и уезжала оттуда, и приезжала к нему и уезжала. И это было очень болезненно. А потом, позже, я ощутила зов матери Индии и поняла, что должна поехать туда и изучать индийское классическое пение, потому что индийская классика – это совершенно особый способ исполнения, совсем другой. Это очень древняя музыка, в основе которой лежит рага, как ее называют в России. Гамма. Да, разные гаммы. Существует 104 разные гаммы, верно? Так что это глубокое исследование. Казалось, никогда не докопаться до сути индийского звучания. Полутона. Да, и скользящие ноты, маленькие незаметные интонации, которые мы используем в этой музыке. Итак, я приезжала в Индию и уезжала из нее, может быть, три или четыре года, прежде чем встретила своего мужа, Драгослава. И в этот год я в конечном итоге отправилась в Арамболь. Сложно описать, что это. Нечто вроде места для хиппи, куда люди ходили практиковаться, приходили к океану, найти себя. Да, это было место, чтобы найти себя. И я познакомилась с ним в другой части Индии. И мне сказали, ты должна поехать в Арамболь, им понравится твоя музыка. Ты окончила какой-то институт? Нет, все это было частное обучение, потому что это действительно классический индийский способ обучения. Вы общаетесь напрямую, один на один. На самом деле передача опыта напрямую не связана с наличием лицензии у института. Да, этим славятся учреждения в Индии, обучением один на один. Собственно, личная передача знаний была действительно тем ключом к тому, чтобы понять все происходящее. Вы находитесь в индийском классическом мире, в Индии. У вас в голове крутятся эти песни и эти раги. Знаете, это как будто вы живете в совершенно другой реальности, отличной от других людей. Но я была там не для того, чтобы учиться индийским песням. Я не хотела петь о Шиве и Шакте, и на самом деле мне просто нужна была основа для музыки. И вот чем это стало для меня, невероятным инструментом для композиции. Потому что рага похожа на эту рагу для гам, для разных эмоций. Вы знаете, если вы хотите понять по крайней мере 10 раг, вы можете выбрать любую эмоцию, в которой хотите сочинить песню, исходя из конкретных чувств и правил, которые с этим связаны. Своего рода поклонение. Это как если ты поешь и поклоняешься одновременно. Да. И я сочиняла на английском, и поэтому я ставила классические истории, которые всегда о богах и о Кришне и так далее. Это не моя история. Моя история в другом. Как я могу взрастить эти чувства и это пробуждение в людях, живущих в мое время. Как я могу разбудить людей. И ты искала здесь основу для своего источника. Да, именно так. Просто их так много, и тогда ты поешь в ней. Точно. И так все дело в основах. Я хотела понять, как я могу добраться до основ. Откуда на самом деле рождается музыка? Вы знаете, откуда она берется? И, очевидно, она рождается прежде всего из тишины. Потому что звук должен исходить из тишины, исходить из чего-либо. Конечно, в Индии я открыла для себя Ом. Но не всю его глубину. Это пришло позже. О да, я помню твой Ом. Такое ощущение, что в голове что-то вроде колокольчиков. Да. Это невероятно. Да. Я думаю, что это действительно старые знания, но они могли быть забыты. Только, может быть, где-то старцы помнят. Или старики из каких-нибудь шаманских племен. Там вся суть во вращении. Музыка вращается внутри себя. Точно так же, как клетки. Точно так же, как планета. Точно так же, как вселенная. И поэтому, когда мы раскручиваем голос, обычно он разделяется на два голоса. И это пение с гармоническими абертонами. Итак, когда вы соединяете это с Ом, который подобен изначально вибрации жизни, и вы раскручиваете его, переходя на другой голос, значит, в этот момент что-то происходит. Это физическая реальность. И это вибрации, которые мы не можем видеть. Но мы знаем, что они существуют. Подобно электрическому току. Да. И это как точка соединения. Я искала этот источник, эту точку соединения между тем, что мы не можем увидеть в реальности, и тем, что на самом деле здесь. И как привести это в равновесие? Потому что если мы останемся только в физическом, мы не почувствуем равновесие. Если мы заходим слишком далеко в метафизику, мы не почувствуем равновесие. Ты знаешь, это должно жить здесь и сейчас. Именно из этого рождались все мои композиции. Подобные интеграции. Потому что прямо сейчас кто-то сидит в офисе, живет обычной жизнью. Вечером идет на занятия йогой, на духовной практике. Да. И именно спящая личность начинает пробуждаться. Причем очень глубоко. Да. И это также то, что я обнаружила в женском мире. Женщины, в кругу женщин, они свободны, они выразительны, они наполнены. Их энергия течет, они чувствуют себя прекрасными. А потом возвращаются домой и становятся гораздо более жесткими. Все контролируют. Вполне возможно, они не могут делиться своими состояниями с близкими. А если пытаются, то мужья зачастую их не понимают. Поэтому они начинают бояться и не говорят об этом. Они закрываются, когда они дома. Так что это похоже на раскол. Одна и та же история. Раздвоение личности. И мы не в потоке жизни, когда на самом деле распыляемся. Потому что отрезаем себя от источника. Так мы говорим, о, здесь я могу быть в ресурсе. Когда я медитирую, занимаюсь практиками или йогой, или чем бы то ни было, я нахожусь в потоке. Но здесь я должна быть такой же. Я думаю, дело скорее в честности. Вам нужно быть честным. Вам нужно проявлять истинное я вне зависимости от ситуации. Точно. И это доверие. Возможно, это доверие к тому, что выходит за рамки общепринятого. Знаете ли, к вещам, которые мы не можем видеть, но мы чувствуем. И доверие к нашей интуиции. Да, это нелогично. В этом нет никакого смысла. Но когда ты следуешь этому, происходят невероятные вещи. Но если в это не верить, тогда мы блокируем себя, понимаешь? И вот так многие люди проживают свою жизнь, просто сломавшись пополам. Итак, что касается меня, то музыка, само намерение музыки, как я могу крутить этого человека, как лампочку, чтобы он снова получил доступ к своему источнику. Сама вибрация напоминает телу, этой душе, об этой связи. О, вот это я. Вот что значит быть в потоке жизни, энергии. То есть, этот звук ты используешь как инструмент практики? Да. Мне просто нужно послушать песню или просто послушать голос. И именно поэтому многие люди плачут, когда слышат мой голос. Они спрашивают, почему я плачу, когда слышу тебя? Почему у меня мурашки по коже? Вау. И ты можешь делать это в любое время, когда захочешь? Ты можешь петь в любое время, когда захочешь. Ты контролируешь это? Конечно. Даже прямо сейчас. Ты можешь инициировать голосом это пространство. Да, конечно. Попробовать? Да, конечно. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Да, потому что я каждый раз, когда слышу этот звук, как будто издает не человек. Это как щебетание, это похоже на птичий щебет. И это невероятно. Вау. И ты можешь научить этому. Что происходит на твоих практиках? Давай посмотрим. Хорошо. Я расскажу тебе эту историю. У меня есть очень близкие подруги, которые полностью изменились после твоих практик. И это произошло очень быстро. С несколькими моими очень близкими друзьями. И когда я спросил, что с тобой случилось, я услышал, о, я была на семинаре у Перуква. И я спросил ее, что там произошло. О, ты никогда этого не поймешь. Это очень трогательно. Так что же на самом деле там происходит? Потому что я видел изменения. Сейчас очень много инфо-цыган. Я вижу, что они пытаются дать людям обрывочные знания. Но это не работает. Потому что они не интегрированы в реальную жизнь. Потому что сами люди не интегрированы. Они продают словно кусочки мозаики. И я так это вижу. А после твоих практик, а я был на некоторых из них. Конечно, я был снаружи, так как двери были закрыты для мужчин. Я помню, как люди выходили полностью изменившимися. Как будто возвышенными. И для них все стало по-другому. Что на самом деле происходит с ними на твоих практиках? Если мы поймем, что внутри нас много разных уровней, и если вы хотите что-то изменить, нельзя просто подойти к этому с психологической точки зрения. Вы не можете подойти к этому концептуально. Вы не можете подойти к этому со знанием дела. Не забывай, что я мужчина. Да, точно. Да. Все должно быть очень логично. Все должно быть очень четко изложено. Должна быть структура от А до Я. И она должна иметь смысл для разума. Но когда люди приходят в мое пространство, мы от этого отходим. И мы входим во внутренний мир. И поэтому большая часть моих практик проводится с закрытыми глазами. Потому что самое важное, что мы можем ощутить с закрытыми глазами, это наш внутренний мир. И что происходит, когда у нас закрыты глаза? Мы начинаем сосредотачиваться. Даже если ты попробуешь прямо сейчас, когда глаза закрыты, внутри темно. Но ты увидишь, что там есть движущийся свет. Это похоже на движущиеся паттерны или калейдоскоп. Или как будто движется свет. И если мы на самом деле посмотрим на космос, даже на снимки с телескопа, мы начинаем видеть то, что видим, когда закрываем глаза. Это зеркало. Поэтому, когда мы закрываем глаза, мы попадаем в наш внутренний космос. И когда мы входим в свой внутренний космос, мы начинаем ощущать более тонкую чувствительность тела, его пульс. Мы начинаем выравнивать дыхание прямо изнутри. А для женщин основой их дыхания является глубокое, утробное дыхание матери. Глубокое дыхание. Я знаю, его не воспринимают серьезно, особенно в России. Что такое дыхание маткой и тому подобное. Но это просто способ обесценить то, что действительно необходимо для жизни. Если женщина не дышит из глубины своей утробы, то у нее нет доступа к своей глубочайшей женской энергии. Потому что именно оттуда она создает жизнь. Оттуда она истекает кровью. Так что это очень творческая область. И если она не подпитывает живот энергией из утробы матери с помощью дыхания, она не живет полной жизнью. Это означает, что она находится в верхней части своего тела. Итак, первое, что я должна сделать, это опустить ее прямо в утробу матери. Заставить ее дышать и заставить ее начать чувствовать, где ее корни. Конечно, это проникает глубже, в сексуальные центры. Это совсем другая история, но я говорю с женщинами об этом. Потому что для меня сексуальность женщины лежит в основе ее жизненной энергии. Так что если она лишена своей сексуальной энергии, она лишена жизненной энергии. И я не имею в виду сексуальную энергию с мужчиной. Понимаешь, я имею в виду ее собственную сексуальную энергию, потому что в отличие от мужчины, она создана с возможностью получать энергию, которая течет вверх и вниз от Земли. Жизненная сила планеты буквально физически входит внутрь через это отверстие. Неужели между нами действительно такая большая разница? Да, именно такая. У нас есть это особое различие, но действительно есть. Это биологическое различие. Итак, я имею в виду, я знаю, что это немного не по теме, но если вы посмотрите на мир прямо сейчас, с этой точки зрения, мы видим трансгендеров. Мы видим, как мужчины удаляют половые органы, создают влагалища, как у женщин, как будто то, что они физически становятся похожи на женщин, делает из них женщин. Но структура тела гораздо глубже, чем просто физическая структура. Это энергетический поток, и тело женщины построено из энергетического потока, который течет вверх и вниз по ее влагалищу, к планете. Теперь она решительно отрезана от этого потока. Другими словами, она на самом деле не чувствует этой энергии, пока не займется сексом. Понимаете? Или, например, не сделает что-то исключительное, не даст жизнь и родит ребенка. У нее нет этой связи. Потому что что обычно происходит с женщиной? Она психологически разрушается, потому что она, естественно, как молодая женщина, хочет испытать любовь. И она хочет заняться любовью и раскрыть влагалище. Вот почему у нее есть детственное плево. которое еще не разрушено, потому что она еще не раскрыта. Верно? С помощью энергии пениса, с помощью мужской энергии. Так что у нее есть связь. Но в детстве, вы знаете, девочки в детстве очень сексуальны, но пока не тронуты мужчинами. И так это форма посвящения. Итак, что же происходит в позитивном ключе? У нее есть связь, которая осуществляется с ее телом, с ее разумом, с ее сердцем, с ее грудью, вы знаете, со всем ее жизненным каналом. Ты работаешь с дыханием? Мы работаем с дыханием. И еще с одной важной основой. Как ты думаешь, с какой? Я не знаю. Может быть, это пение? Конечно, звук. Не просто пение, а звук. Потому что тело обладает собственным интеллектом. Когда дело доходит до звука... То есть ты активируешь... Я использую свой голос, чтобы активировать ее связь, вибрационную связь с ее телом, чтобы привести ее в состояние вибрации. Но она активирует и это тоже. Потому что очень важно, чтобы она включила центр, чтобы она могла слушать в целом. И как это происходит через звук, через пение ее собственного голоса, пробуждение ее собственного тела. Значит, ты учишь женщин активизировать свое собственное тело? Да. С помощью практик и техник. Точно. Хорошо. И вот что я обнаружила. Как только вы начинаете активизировать горло, а у женщин, у многих из них это очень закрытый центр, потому что если их первый сексуальный опыт не был положительным, мы не обвиняем в этом мужчин. Естественно. Такова жизнь. И если вам приглянулся первый парень, который полюбил вас, то, вероятно, у вас был довольно хороший опыт. Но если вы пошли на компромисс и сделали это под давлением группы сверстников, а он был эгоистом и он... Если это началось с детства, то тогда жизненный опыт большой. Да, безусловно. Затем все закрывается, и здесь закрывается, горловой центр закрывается. И как только вы начинаете открывать рот, открываете горло. Налаживается прямая связь с влагалищем, которое, вы знаете, тоже похоже на рот. И эта энергия начинает раскрываться. Горло открывается, когда голос начинает вибрировать. И она начинает доверять звукам своей собственной первобытной энергии. Потому что мы же просто поем. Совсем не так. Я понимаю, насколько грандиозно это звучит. Это первобытно. Да, это было немного пугающе. Да. Потому что это очень похоже на что-то животное. Да, это первобытно. Как я это привыкла называть? Это как первозданная женская энергия, понимаешь? Она насыщенная, мощная и очищающая. Ладно. Давай сменим тему. И расскажем всему миру, что есть тысячи женщин, которые следуют за тобой. И даже в какой-то мере боготворят тебя. И вот что очень интересно. Что они находят на твоих концертах, на твоих практических семинарах и тому подобное? Зачем женщинам это надо? Я не считаю, что они боготворят меня. Они здесь находят самих себя. Да, потому что на самом деле это наша единственная задача здесь. Если вы собираетесь помогать людям, то помогите им найти самих себя. Да, может звучать плохо, но это единственное, что у меня есть. Да. И это фундаментально, что они обнаруживают, когда находятся со мной и приступают к практике. Или они слышат голос на концерте так, что тело начинает вибрировать. Эмоциональное тело, которое было закрыто, говорит в сердце. У них какое-то горе или боль, или, может быть, у них были какие-то проблемы в утробе матери, или, может быть, у них действительно сильный стресс. И на вибрацию либо их голоса, если они практикуются со мной, либо на голос, звучащий на концерте, тело начинает реагировать. И вся эта боль начинает выходить. Они часто плачут. Некоторые женщины говорят, что они плакали весь концерт, или весь семинар. Но им было так хорошо. Концерт – веселая часть мероприятия. Твоей очень глубокой работы. Он похож на празднование чего-то. Как концерт сочетается со всем, что ты делаешь? Ну, на самом деле, это интересно, потому что некоторые женщины просто приходили ко мне ради практики, не зная, что я такая певица. А некоторые приходят ко мне только на концерты и не знают про мои практики. Как я. Да. Да. И затем, как правило, они начинают бывать и там, и там. Кто был на практике, приходит на концерт, или кто был на концерте, идут на практику. Со словами «О, спасибо вам». Это ключ, который мы находим сами. О, какой прекрасный аромат. Итак, как это работает? Я думаю, что женщины, как только они испытывают эту вибрацию, понимают, что это очень глубокая женская вибрация. И когда тело снова начинает ощущать эту вибрацию, мы говорим о чем-то, что находится за пределами разума. Поэтому они не могут ее обработать. Просто тело начинает пробуждаться к этому источнику энергии. И я помню, что говорила о том, что ищу источник звука. Поэтому, когда они слышат их, они чувствуют свой источник. Это похоже на призыв, да? Да. Это похоже на то, как если бы они взывали к источнику внутри себя. И тогда часто случается что-то вроде прилива энергии. И иногда они испытывают оргазм. Иногда они просто смеются. Иногда они поют вместе со мной. И тело просыпается. И это похоже на воссоединение с душой. Воссоединение с тем изначальным земным потоком, который поднимается с планеты. Это какой-то другой способ медитации. Да. Я слышал, что то, что ты преподаешь, очень материально. И ты оказываешь большое влияние на материальный мир. Как будто ты воздействуешь не только на чувства. Как будто ты очень сильно влияешь на материальные вещи. И через материю ты раскрываешь тела и людей. Верно. Я думаю, это то, что я усвоила от моего учителя-мужчины, когда я была моложе, знаете. Мой первый муж был очень мужественным, как тренированный индийский спецназовец. Знаете ли. И он сказал мне, знаешь, я не могу научить тебя медитировать так, как это делаю я. Потому что ты женщина. Ты должна научиться сама. Что ж, вот в чем заключались мои поиски. Что нам действительно нравится? Как женщина по-настоящему медитирует? Мастера учили нас все эти годы, как мы медитируем. И что я поняла, так это то, что когда женщина естественным образом начинает настраиваться на это, на ощущение своего тела, что-то происходит. То есть, это своего рода женская медитация? Да. Эти переживания могут происходить только с женщинами? Иногда у меня в зале присутствуют мужчины. Они тоже приходят на концерты, их гораздо меньше, но они есть. Да, но только на концерты, потому что практики только для женщин. Что ж, это интересно, потому что есть определенные практики, которые не направлены на привлечение энергии. Энергия Земли и вся эта чувственная энергия, например, существуют практики, которые открывают сердце. У всех нас есть сердце, мужчины или женщины. Так что эта практика в высшей степени актуальна и для мужчины, и для женщины. Поэтому я вижу, что мужчины испытывают такие же переживания, когда занимаются со мной этой конкретной практикой. Я создала программу, которая называется «Голос и космос». Именно здесь я объединяю песни и эмоциональный аспект музыки. По своей второй сути, это концерт-медитация. Поэтому я записываю людей на практику, чтобы они открыли свои сердца, а затем с песней они уходят внутрь тела. И это мужчина или женщина. Именно здесь мы переходим от ощущения потока в теле к чему-то более глубокому. Именно здесь голос может перенести их во внутренний космос, то глубокое место тишины, где слушатели понимают, что мы больше, чем физическое тело. Так что, хотя я и провожу их через тело, в конце концов, мужчины и женщины придут к одному и тому же космосу, внутри того же самого пространства. Я думаю, люди могут сказать, что это звучит очень по-феминистски. Но разговаривая с тобой, я понимаю, что это не так. Не могла бы ты, пожалуйста, объяснить мне, что ты думаешь об этом движении и о том, что происходит в этой области? Например, какова твоя точка зрения? Я определенно не феминистка. Я думаю, феминизм появился на планете так, как был необходим. Вы знаете, это крайность. Всякое подавление рождает противодействие. Да. Феминизм стал противодействием патриархату. Я не была вовлечена в это движение. Меня там не было в 70-е годы. Я тогда была ребенком. Но сейчас то, что я вижу на планете, это очень женское восстановление женской энергии. Потому что мы зашли слишком далеко в мужское со всеми патриархальными системами. Созданием структур в мире, физических, бизнес-структур, политических структур. Все это мужские структуры, верно? И нам нужны структуры, но они зашли слишком далеко в своих крайностях. У меня другой опыт, потому что мы из Советского Союза, который был равным для всех. Для моей бабушки было нормально работать на одной должности с дедушкой. Я думаю, что на самом деле это больше относится к Европе. Определенно, проблема больше касается Запада. Проблема больше касается Запада. Да, знаешь, это по большей части связано с Западом. Так что для меня сейчас больше важно, будь то Запад или Восток, на самом деле восстановить эту связь с женской энергией. Потому что с моей точки зрения мы живем на женской планете. И она материальна. Она материальна. Вы знаете, в глубине души в ней есть этот мужской огонь. И она смотрит на этот мужской огонь Солнца. И она потрясена. Точно. Мы переживаем то, что эти энергии могут столкнуться в любой момент. Если мужской и женский свет не пересекаются, то у нас нет жизни. Вот так я вижу мужчин и женщин. А это как раз следующий вопрос. Какую роль ты отводишь мужчинам в этом мире, о котором ты говоришь? Да, конечно. Для меня это естественное качество, которым ты обладаешь, как мужчина. Ты излучаешь этот свет. Это как энергия пениса. Ты знаешь, он встает, прямой свет, и проникает внутрь, и создает жизнь таким образом. И это мужской принцип, и для меня он правильный. Вот что мне нравится в мужчинах и в моем собственном муже. Мне нравится то, что он направляет меня, и он многое мне дает. Привносит много логики в то, что я делаю, даже в то, чему я учу. Он привносит структуру. Потому что раньше я была гораздо более сумбурным учителем. Я просто брала людей, и они не могли понять, что с ними произошло в этом пространстве внутри. Теперь я могу это описать. Именно благодаря моему мужу. Так что он привнес много структуры и ясности мужской логики в мой хаотичный, глубокий женский мир. Однако ты учишь, как интегрировать гендерную энергию, которая у нас есть, в самую маленькую ячейку, которая у нас есть, в семью. Да, безусловно. Потому что, знаешь, я осознала это в себе. Возможно, потому что меня так глубоко любили мужчины, и потому что я могу сказать, мужчины по-настоящему любили меня. Ты же знаешь, у меня было очень глубокое осознание того, кто находится внутри мужчины, что движет этим мужчиной, откуда произошел мужчина. И я осознала этот огромный, любимый мною мужской принцип. И поэтому, когда я вижу мужчину, я вижу не просто физического мужчину, я все время вижу принцип внутри него. Так что благодаря этому у меня прекрасное отношение с мужчинами. Это очень интересно. Ну вот сейчас, например, когда ты смотришь на меня, что ты чувствуешь, глядя на человека, мужчину? Это так прекрасно для меня. Это так прекрасно общаться с тобой, Паша. Я вижу этот мужской запрос, желание разобраться, посыл, дай мне структуру, дай мне понимание. И я вижу твою удивительную способность удерживать структуры. Ты замечательный бизнесмен, у тебя есть этот удивительный мир, мой чай и другое. И я уверена, я вижу этого человека, который все время ищет возможность дарить свет, делать что-то хорошее для людей. Понимаешь, это истинно мужская роль. Мужчина служит для этого. Его пенис, его мужская энергия каждый день уходит именно на это. Понимаешь? И ты пытаешься уравновесить это со своей женщиной, со своей женой, и ты пытаешься передать ей эту энергию. И вашим детям это огромная работа. Я имею в виду... Это тяжело. Это тяжело, действительно, очень тяжело. И ты знаешь, именно таким я вижу тебя, как мужчину. И то, что ты есть, это физическое тело. И твое тело создано для занятия любовью. Хорошо. Понимаешь? Да. Для создания жизни. Это удивительно. Я никогда не испытывал подобного опыта от общения с людьми. И никогда не видел человека, способного видеть энергию вместо структуры. Потому что мы слишком много думаем о структурах, которые есть в наших телах. Потому что социум требует от нас структуры. Но мы ищем внутри. И это правильно. И это та самая более глубокая связь. Ты знаешь, я думаю, настоящая любовь в жизни это когда мы действительно устанавливаем с кем-то такую связь. Как будто эти воспоминания самые драгоценные в твоей жизни. Это не имеет значения. Будь то с вашим партнером, будь то с вашей бабушкой, будь то с вашим ребенком. Вы встречаете кого-то на улице, и у вас просто завязывается удивительный разговор. И это точка соприкосновения. Это то, благодаря чему мы развиваемся. И когда у тебя появилась такая точка зрения? Это не просто точка зрения, это очень широкое объяснение того, что нас окружает. То есть, как это произошло? У тебя всегда это знание было внутри? То чувство, что у тебя есть какие-то вещи, которые ты должна открыть? Объясни другим эти вещи. Способен ли каждый из нас открыться самому себе, или это своего рода благословения? Я думаю, что это и то, и другое. Я думаю, что самое первое, тебе нужно захотеть узнать, кто ты такой. И это страсть. Это переходит от жажды к страсти. Как будто я должен выяснить, как я живу, как я чувствую себя внутри, счастливым, умиротворенным или влюбленным. Где моя сила, и как мне жить здесь? Как мне дарить себя этому миру, не будучи раздавленным каждый день? И если я подавлен каждый день, то как мне выбраться из этого и обрести равновесие? Знаешь, это такая страсть, что ты должен быть очень преданным многим, пожалуй, религиям, обратить эту страсть к Богу или Божеству. Но я думаю, что это направление вводит человечество в заблуждение. Потому что, когда ты направляешь эту энергию внутрь, как я могу быть по-настоящему самим собой, вот тогда мы видим, что люди начинают просыпаться. И это благословение, когда это происходит. Понимаешь? Но когда кто-то предан делу, в его жизни начинают происходить удивительные вещи. Ты знаешь, начинаются совпадения. Приходят люди, появляются книги. Что-то разрушает их жизни, но обычно рушится ложь в жизни. И если у тебя часто случается провал, то обычно из этой беды вырастает нечто удивительное. Крах и поиск. Даже несмотря на то, что это было тяжело. Понимаешь? У тебя в жизни было такое? Разумеется. Тебя что-то не устраивало? Что случилось с тобой? Когда все изменилось? Радикальная перемена у меня произошла в 23 года. И так, мне было 23 года. Когда ты встретила мужа? Нет, раньше. До. Я 7 лет занималась джазовой карьерой в консерватории. Я стала довольно успешной молодой джазовой певицей, но была глубоко несчастна, потому что предавала тот дар, ради которого я существую. И я знала это. У меня было видение. Когда мне было 17 лет. Кто-то сказал мне, если бы ты умела петь, а я в то время еще даже не пела, если бы ты умела петь, для кого бы ты пела и почему? И я записала это видение. Я ответила, что если бы я могла петь, я бы спела для миллионов людей. И я бы не стала петь просто для того, чтобы развлечь их. Я хотела петь для исцеления. То есть ты хотела исцелять людей? Когда тебе было 17? У тебя было намерение стать певицей и исцелять людей? Это было, когда мой дар впервые был признан. Моя соседка по квартире сказала мне, «Вау! У тебя потрясающий голос!» И я сказала, «О, нет, нет, нет». Она сказала, что знает хорошего учителя. Что мне нужно поучиться. Ты закончила музыкальную школу? Да, и вот в конце концов я поступила. Еще через год я поступила в консерваторию. Это было невероятное чудо, потому что у меня не было знаний по теории музыки, но мне удалось очень усердно работать в течение года, чтобы поступить в музыкальную школу. Пройти обучение в консерватории было жестко, но по-своему это помогло. И затем попасть в мир перформанса, где женщинам сложно, потому что им на самом деле управляют мужчины. Большинство музыкантов мужчины. Ты знаешь, мужчины очень быстро понимают, что ты красивая молодая женщина. Можем ли мы также заняться сексом под эту музыку, под твой прекрасный голос? Ну, знаешь, так что мне через многое пришлось пройти, чтобы попасть туда. Но на самом деле, то, что я создала, было видимостью. Вроде этого толстого слоя вокруг меня, где я была более мужественной, чтобы защитить себя. Я крутая. Ты же знаешь, джазовые музыканты крутые, поэтому я старалась стать крутой. Я старалась быть очень резкой, мужественной, и это было полным предательством по отношению к моей истинной натуре, которая была гораздо больше. Эта натура не была крутой, она была гораздо более уязвимой. И так ты пыталась быть мужчиной. Я пыталась быть мужчиной, ты знаешь, каково это чувствовать? И я чувствовала себя никчемной. Это действительно так. Я... Это было действительно похоже на биполярное расстройство, потому что, когда я была на сцене, то использовала всю свою сексуальную женскую энергию. Но знаешь, такая по-настоящему сексуальная женщина, но потом я уходила со сцены и просто срывалась, если я не получала достаточно аплодисментов или слов «ты потрясающая». И вот, когда мне было 23, наконец-то я задала себе вопрос, где я ошиблась? Потому что я несчастлива, похоже, я успешна, но я несчастлива, и именно поэтому я просто ушла в горы, села на вершину, над морем, на скалах Австралии и Сиднея. Это удивительные скалы. А прямо за моей спиной было кладбище, и я прямо почувствовала себя самоубийцей. Это был один из срывов после концерта накануне вечером. Падение уровня дофамина, ты знаешь, о чем я. И я спросила себя, что не так? Знаешь, я была растеряна. Это было на самом деле очень символично. На мой призыв откликнулись стихии. Это был ветер, это был грохот волн. И я начала понимать, что в этих мелодиях, кружащих вокруг меня, была жизнь. Был звук, была музыка. И я начала копировать ее, чтобы попытаться спеть ветер. Подобно тому, ты знаешь. В течение того, как я глубоко погружалась в себя, я пыталась скопировать эти элементы, и через два часа внезапно осознала, что нахожусь в умиротворении. Как будто элементы пели все мои мысли. Выбили из меня всю дурь, и я почувствовала этот абсолютный покой. И так я ходила туда каждый день в течение примерно двух недель, и каждый день происходило одно и то же. Я пела не как джазовая певица, а от всего сердца. Я слушала природу, я ощущала ее силу во мне. Я почувствовала эту невероятную связь с планетой. Это было как будто у меня было такое сознание, что проходя через мое тело, этот вибрирующий голос исходил со всей планеты вокруг меня, просто внутри меня. И я поняла, что она была той самой вибрацией любви, проходящей через все, что мы видим, через все, что мы здесь делаем, будь то технологическое или естественное. Искусственное, какое бы оно ни было. Не имеет значения. Это ее вибрирующий голос, дыхающий жизнь. Невероятно. И в этой вибрации столько любви, и я просто влюбилась. Я спустилась с небес на землю и сказала, хорошо, мама, потому что именно так я воспринимала ее в этот момент. Если я могу спеть, чтобы помочь другим людям, покажи мне, как это делается. И я обещаю, я посвящу себя этому. И через две недели после этого появился знахарь, тот самый индийский шаман. Он приехал в Австралию, и мы познакомились на фестивале. И это была судьба. Все изменилось. Все изменилось. Я думаю, что многие люди прямо сейчас находятся в критической ситуации, потому что все меняется во всем мире в это неспокойное время. И какова, по-твоему, роль трудностей с точки зрения будущего? Какое действие это оказывает? Знаешь, я думаю, что когда в жизни мы закрываемся, потому что мы все энергетические центры, понимаешь, и мы живем внутри большого энергетического поля. Мы не только то, что мы видим. Мы живем внутри нашего собственного кокона. И когда мы относимся к жизни через нашу работу, через наши отношения, через то, что мы покупаем, через то, что мы делаем, и мы не верны нашим знаниям. Как будто мы начинаем закрывать сердце, и оно начинает закрываться. В животе появляется напряжение. Разум и связь с душой блокируются просто вот так. Буквально так. Как цветок в ночи. Да, он закрывается подобным образом. Обычно такая блокировка означает, что вы предали слишком многое из того, что важно для вашей души. И это попытки вашей души наладить связь с вами. Потому что она говорит не словами, а чередой опыта в твоем мире. Она толкает тебя в стену, и внезапно ты такой БУМ! Просыпаешься и думаешь, какого черта я делал все это время. И это очень ранит. Но обычно перед этим ты испытываешь сильную боль. Знаешь, ощущение – это сильная боль в теле и много мыслей в голове. Негативных, грустных мыслей. Или обесценивание людей. Или принятие жизни как должное. Или совершенно другой набор переживаний, которые у нас есть. Как правило, первые звоночки звучат еще до того, как мы врезаемся в эту стену. Еще до того, как все разрушается. И внезапно ты ощущаешь такую пустоту, потому что все конструкции, которые ты выстроил, ты построил на лжи. Они рушатся. И все теряет смысл. Или ты в глубокой панике, ощущая, как будто ничего не имеет смысла. И если ты можешь отпустить это и сказать «Хорошо, кажется, все идет наперекосяк». Почему? Это вопрос, который мы должны задать себе. Почему так происходит? Почему это происходит именно со мной? Только знаешь, не с позиции жертвы. Почему это происходит со мной? На самом деле, почему со мной? И когда начинаешь анализировать, видишь все маленькие шаги, которые ты сделал, где ты предал свое внутреннее знание о себе. Ты все замечаешь и все становится понятно. Потому что начинаешь смотреть, начинаешь видеть. И в этой открытости тело начинает раскрываться. Ну и те центры, которые блокируются из-за этого постоянного компромисса. Ты начинаешь опустошаться, а затем медленно начинает приходить осознание, потому что ты прекратил мирской образ жизни. Обычно потрясение нарушает твой привычный образ жизни, то, что было твоим компромиссом. Итак, при потрясении ты останавливаешься, ты опустошен, а затем начинаешь смотреть на все другими глазами. И это позволяет получить новую энергию. И ты начинаешь стягивать новую энергию. Опустошаешь себя, прежде чем что-то почувствовать. Да, и ты становишься более чувствительным. И как ты и сказал мне, о, похоже, ты действительно работаешь через физическую материю. Но мы — это тело. И если мы не можем ощутить чувствительность тела, значит, мы рассоединены. Да, мы не можем разделиться. Это духовная жизнь, это физическая жизнь. Это невозможно. Да, это слишком больно. Мы встретились, я помню, как мы впервые встретились в 2010 году. И по-прежнему ты выглядишь великолепно. О, спасибо тебе. Это не комплимент. Это факт, понимаешь? Кажется, что время над тобой невластно. Как ты находишь этот баланс? Как ты остаешься такой все время? Это определенно происходит благодаря тому, что я остаюсь верна источнику энергии. Что это значит? Это значит, что я действительно прислушиваюсь к своей любви. Моя любовь — мой внутренний проводник. Это как внутреннее ощущение того, что когда все в порядке, тело открыто. Если я собьюсь с пути, тело закроется. Появится это ощущение, будто мне туго и больно. Итак, я научилась не идти на компромисс и продолжать оставаться там, где телу хорошо, где тело чувствует себя открытым. Потому что тело — это проводник любви, понимаешь? Но как мне сохранять это состояние? Например, как мне сохранить ясность, помнить о знании? Почти каждое утро я погружаюсь в свою женскую медитацию. Эта практика вхождения в тело раскрывает его. Я использую голос для очищения от эмоций, потому что эмоции создают напряжение. Да. В структуре они отпечатываются на лице, и это старит нас, если мы не будем ежедневно от него избавляться. В противном случае стресс буквально оседает в виде особых морщин. Ну вот они, у меня здесь особые морщины, они родом из моего детства, потому что я много несла на своих плечах эмоциональных переживаний. Эмоциональные вещи. Когда я была ребенком, я несла на своих плечах множество людей, и вот у меня появились морщины. Когда я была еще очень-очень молода. Но я не старею так, как стареют другие люди, потому что я ежедневно энергетически очищаю тело, а затем вдыхаю, открывая поток любви из этого источника энергии. И когда у нас есть поток любви, это не значит, что волосы не сидеют или, знаешь, тело не меняется. Но это похоже на вечный поток. И когда у человека он есть, этот внутренний поток, проходящий через тело, через дыхание, весь организм омолаживается. И это то, чему отчасти посвящена моя ежедневная практика. И еще я так смотрю, гармония ли я с собой, с чем-то, что я сделала, или с чем-то, что я чувствую в своей жизни. Если нет, то я использую этот глубокий поток. Он очень разумный. Поток любви разумен. Например, представим родителей. Они не знают, как воспитывать ребенка. Конечно. Это просто происходит. Просто происходит. Как? Благодаря потоку любви. Именно. Ты не понимаешь, как помочь своему ребенку, когда он расстроен. Ты просто это знаешь, верно? Потому что ты настроен на поток любви. Но над этим нужно работать самостоятельно. Это отличает наш интеллект от простого логического интеллекта. В то же время, ты также соблюдаешь дисциплину. Как ты это делаешь? Обычно ты делаешь практику каждый день? И как ты заставляешь себя, когда у тебя нет настроения заниматься своей практикой и всем прочим? У всех же такое бывает? Да, определенно. У меня бывает. Я принимаю это, ведь я женщина. Да. Природа женщины такова. Мы постоянно меняемся. Понимаешь? У нас гормональный фон меняется в разные периоды цикла, месяца. В нас начинают действовать разные гормональные коктейли. Так что это вполне естественно. Мы хотим менять одежду, и это очень сбивает с толку мужчин. Например, почему женщины всегда меняют свою одежду, меняют украшения? Потому что в нашем теле происходит этот постоянный цикл изменений. Это совершенно естественно. О чем ты спрашивала? Я забыла. Я спрашивала о дисциплине. Как ты соблюдаешь ее? Мы должны делать это каждый день или... Нет, нет. К чему я вела? Так это к тому, что именно поэтому я создала целый комплекс практик. Потому что если я не чувствую, что у меня есть время или терпение, чтобы сидеть в медитации, тогда я пойду гулять и буду заниматься танцами. Я буду заниматься чем-то другим, что также связывает меня с этим источником. Так что это своего рода украшение. Ты выбираешь. Да, это как украшение, как бижутерия или, не знаю, одежда. Ты заглядываешь в шкаф и говоришь, что мне нужно сегодня. Но и тогда это не такая уж и дисциплина. Это что-то вроде, где мое тело? Что нужно моему телу? Знаешь, это действительно идет из любви, что ты задаешь себе этот вопрос. Это невероятно, потому что в нашем восприятии этот мир другой. Нам нужна дисциплина, чтобы действовать в этом мире. Но мне очень интересно, как ты это делаешь. Таким образом, технически ты практикуешь медитации каждый день. Да, я каждый день что-то делаю. Но я именно потому создала так много онлайн-практик и для женщин, и для мужчин, но в основном для женщин, чтобы они могли просто подключиться, надеть наушники и заняться медитативной практикой. И мой голос – это саундтрек, который будет погружать их в тело, понимаешь? Потому что, конечно, мы понимаем, что все мы занятые люди, что у нас есть жизнь, ложимся слишком поздно и иногда не можем встать на утреннюю практику. Но когда мы едем на работу, на автобусе, поезде или такси, то наденьте наушники и заходите в тело. У вас есть 15 минут. Нет никакого оправдания тому, что вы не практикуете, если у вас есть все инструменты. И в этом заключается моя работа. Я чувствую, что цель песен состояла в том, чтобы дать людям инструменты, которые изменят это состояние с разъединения на соединение. А в чем ты реализуешься в данный момент? Над чем ты работаешь прямо сейчас? Чем делишься с аудиторией, с людьми? Ну, я просто… На самом деле, два дня назад я закончила записывать новый CD-диск. Он называется «Изменение состояний». Итак, это музыка. Это шесть саундтреков, которые по-настоящему глубоко погружают людей. Прямо во время поездки. Как я уже говорила, используйте наушники, это музыка для наушников. А где можно услышать? iTunes? Очень скоро мы выпустим его на всех платформах. Но что касается мира, этого мира, Москвы, то 15 октября я дам совершенно особенный концерт в Крокус-Сити-Холле. И этот концерт будет таким необыкновенным, но только для женщин. О нет, правда? Да. Парни, ну вы поняли, на шоу приглашают только ваших жен. Да, но ты знаешь, сколько мужчин на самом деле покупают билеты для своих жен на мои мероприятия. Это невероятно, потому что их жены потом возвращаются домой счастливы, у них внутри любовь, так что мужья только рада их отправлять. И они начинают рекламировать тебя всем вокруг. Мол, обязательно идемте со мной. Да, да, именно так. Концерт называется «Меня достаточно». Итак, что это такое? Это соединение праздничных песен, женских песен. И вся аудитория, все зрители часто участвуют. Они танцуют со мной или поют со мной, или я даю им простое упражнение, и мы соединяем мир практики и музыки. И вот, женщины проходят эту трансформацию, когда они приходят с одними чувствами, а уходят, чувствуя, что они наполнены. Поэтому это и называется «Меня достаточно». «Меня достаточно». Это действительно что-то вроде заземления. Прекрасное ощущение для каждой женщины. Достаточно просто быть такой, какая я есть. И это то, что делает эта концертная программа. Вбирает в себя все беспорядочное, мерзкое, подлое в мире. Все, что она носит внутри, и помогает преобразовать, перестроить ее обратно в состояние «это я». Ладно, по крайней мере, мы можем услышать об этом. Мы не можем пойти туда, но мы, конечно, можем услышать об этом. Я имею в виду мужчин. Точно? А потом, я думаю, что в ноябре мы с мужем выпустим новый курс. И это очень волнующе, потому что речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. Так что это... Очень популярная тема. Это очень важная тема. Я имею в виду, что мы с мужем создавали этот курс в течение пяти лет, потому что мы очень гармоничны вместе, и у нас есть много-много ключей. И в конечном итоге мы превращаем эти ключи в методологию. Вы же, мужчины, любите такое. Методологию того, как нужно по-настоящему жить вместе. То есть вы растете вместе со своим партнером и помогаете друг другу по-настоящему стать теми, кем вы могли бы быть. Понимаешь? Итак, это примерно три уровня курса для мужчин и женщин. То есть курс доступен для пар? Да, это доступно для пар, но не раньше ноября 2023 года. Да. Хорошо. Так здорово. Какие у тебя еще проекты? Ну, конечно, я также гастролирую по регионам. Например, после 18 октября я буду в Санкт-Петербурге. Дам там концерт под названием «Меня достаточно». Затем буду в Тюмени, Екатеринбурге, Уфе. Это мои следующие концерты. Вы знаете, что можете найти ссылки на эти особенные события. Да. Perukua.com И последний вопрос, который я должен задать. Что ты хочешь сказать людям, которые до сих пор не нашли себя? Тем, кто в поисках, кто не справляется с трудностями, кто хочет привнести изменения в свою жизнь. Да, я думаю, что главное знать, что вы не одиноки. Действительно, сотни и тысячи людей проходят через эту трансформацию. Так что это не ошибка. Вы не заблудились, и вы определенно не одиноки в этой трансформации. И я думаю, что из-за того, что планета впадает в состояние безумия, из-за крайностей, которые есть, это похоже на то, что внутри людей разгорается огонь. И это выносит на поверхность всю нелюбовь, все компромиссы, всю ложь, которые, возможно, были в вашей жизни. И важно, чтобы они выходили наружу и в конечном итоге испарялись из вашей жизни, чтобы вы действительно могли закрепиться в своем теле, быть в своем теле, принять себя таким, какой вы есть, а затем сориентироваться на то, что вы действительно любите. Кем вы на самом деле здесь являетесь, чему служите или кем становитесь. Понимаешь? Это естественный процесс. Дело в том, что вы чувствуете беспокойство и рассеянность, но не позволяйте этому управлять вами. Этому беспокойству, этой рассеянности, этому безумному беспокойству и так далее. Это подобно дверному проему. И вы можете либо жить в этом беспорядке, в этом эмоциональном хаосе, либо можете сказать, «Вау, я это вижу». Итак, что мне нужно сделать, чтобы погрузиться глубже этих бед? Когда вы погружаетесь, вам обязательно нужно заняться какой-нибудь медитативной практикой, потому что вы никогда не решите свои проблемы с помощью психологии и ума, потому что ум создал это. Ум всего лишь водитель или директор тела. И до тех пор, пока вы не погрузитесь в свое тело и не начнете позволять жизненной силе питать вас изнутри, с любовью, с принятием, это будет происходить. Но вы должны быть беспристрастны, внимательны, дисциплинированы. У вас должна быть определенная дисциплина, чтобы в какой-то момент усадить свое тело утром или в другое время и найти это глубокое дыхание животом, и найти медитацию или источник своей любви. Это фундаментально для того, чтобы пережить это очень хаотичное время на планете, которое на самом деле требует, чтобы мы проснулись. Хорошо. Это очень глубокое и обнадеживающее пожелание, я думаю. Я надеюсь, что твои пожелания помогут тем, кому сегодня нелегко, тем, кто нас смотрит. Кажется, это может быть интересно всем людям. И я очень рад пригласить вас, ребята, на концерт Перуку. Большое спасибо. Благодарю тебя, Паша. Спасибо тебе. Спасибо. И я еще хочу добавить. Я пью, Пашин, чай. Я хочу сказать, что чай – основополагающая часть практики. Потому что я всегда пью чай. Перед тем, как начать практику, или перед пением, или перед занятием творчеством. Потому чай очень нежен, очень утончен, и он открывает более тонкую связь с жизнью. Знаешь, в каждом чайном листе дух жизни. И так происходит, когда мы пьем его осознанно. И спать не хочется. Да. И он также помогает нам быть более пробужденным, чтобы пробудить эти высшие центры. Так что для меня чай имеет основополагающее значение во всем, что я делаю. Но я очень осторожно отношусь к тому, когда я его пью и как я его пью. Поэтому я пью его по утрам, я не пью его на ночь. Я не пью чай с большим объемом кофеина после обеда, понимаешь? Чай – важный инструмент нашей жизни, очень важный. Я благодарна тебе за твою преданность, желание пробудить эту осознанность в России, на всей планете. Это то, что нам действительно нужно, понимаешь? И мы связаны через любовь с чаем и со всем остальным, с другими людьми. Это социальная вещь. Да, это очень социальная вещь. Большое тебе спасибо. Было так приятно видеть тебя сегодня, да. И провести с тобой время за чашечкой хорошего чая. Благодарю тебя. Огромное спасибо.